Только что подписанное совместное заявление, точнее соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя правительствами. Оно в частности предусматривает и создание очень важного инструмента для развития торговых отношений между нашими странами, а именно межправительственной комиссии, которая призвана сыграть ключевую роль в укреплении экономического взаимодействия между нашими странами. Несколько слов о торгово-экономических отношениях. За последние годы товарооборот между нашими странами довольно существенно расширился. Он вырос более чем в четыре раза и уже составляет полмиллиарда долларов. И мы хотели бы, чтобы происходило и дальнейшее развитие торговли и экономических отношений с нашими афганскими партнерами. Примером таких совместных проектов являются результаты сотрудничества в электроэнергетике. Российские компании уже сейчас участвуют в модернизации ГЭСНАГЛУ, в создании объектов малой энергетики в труднодоступных горных районах Афганистана. Ну и мы рассматриваем возможности для участия России и в строительстве новых гидроэлектростанций в других провинциях Афганистана. Это лишь один из примеров того, где, на мой взгляд, уже сейчас существует хороший экономический задел. Кроме того, мы ведем переговоры о совместной реконструкции целого ряда объектов, имеющих значение для Афганистана. Россия хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан в качестве независимого, процветающего государства с эффективными государственными институтами, которые способны самостоятельно обеспечить развитие Афганистана на десятилетия вперед. В то же время мы понимаем, что Афганистан переживается.